Вожделение — это мощная энергия. Сохранив её в себе, вы взрастите себя. Не пытайтесь погасить её. Перенаправьте её в правильном направлении. Можно только прорваться в другое измерение. В понимании жизни между Востоком и Западом есть существенная разница. На Западе всегда говорили о том, что нужно давать выход энергии. Всё должно выйти. Что вам нужно разрешить психологические ситуации с помощью кого-то или чего-то. Но путь Востока — это всегда не давать энергии выхода. Будь то ненависть, гнев или вожделение, что угодно. Сохраните это в себе. Возрастите себя. Если не допускать высвобождение энергии, то её уровень резко возрастёт. Это йога. Не распыляйте энергию. Закупорьте все отверстия. Если вы закроете все выходы, энергия будет только возрастать. Это путь тантры. Вот где эта философия диаметрально противоположна другим подходом. Что бы вы ни испытывали, гнев, вожделение или ненависть, всё это невероятная энергия, не так ли? Гнев — это мощная энергия, не так ли? Ненависть — это мощная энергия. Вожделение — это мощная энергия. Всё, чему вам нужно научиться, это не гасить эту энергию и не давать ей выход, а трансформировать её. Тот, кто не способен даже на гнев, несомненно, не будет способен и на любовь. Не будет способен на большее сострадание. Если энергия вспыхивает в виде гнева, ненависти или вожделения, не пытайтесь погасить её. Всё, что вам нужно сделать, трансформировать её и направить в нужное русло, потому что вы — это энергия, не так ли? То, что вы называете жизнью, — это энергия. Всё, что вы называете божественным, — это тоже энергия. Всё, что вы должны сделать, — это найти для неё нужное русло. Накапливайте энергию, пока не накопится столько, что это будет угрожать вашей жизни. Пока энергия внутри вас не наберёт столько мощи, что это будет угрожать вашей жизни. Без подобной мощи энергия никуда вас не приведёт. Она не уведёт вас далеко. Я говорю об этом, потому что многие из вас проходят через эти этапы, и когда вам становится невыносимо, вы хотите дать выход энергии. Много раз внутри вас возникали ситуации, когда терпеть было больше нельзя, и вы пытались уйти от этого. Почитать книгу, включить телевизор или как-то отвлечься. Вы ищете повод, чтобы прекратить практику на несколько дней. Вы поступаете так, чтобы высвободить энергию. Вы ищете высвобождение для самих себя, и вам становится легче. Но если вы продолжаете выпускать её таким образом, вы никогда не накопите необходимую энергию, чтобы прорваться в другое измерение. Нельзя перейти в другое измерение. Можно только прорваться в другое измерение. Если вы хотите прорваться, первое, что вы должны сделать, это довести себя до предела. Когда вас переполнят достаточно, мы прорвём вас. Практики, которые вы выполняете, все методы, которые вы используете, в основном призваны поднять уровень вашей энергии настолько, чтобы постепенно она нашла своё русло. Если вы позволите ей идти естественным путём, может пройти много времени, поскольку неизвестно, где энергия найдёт в освобождении. Вы никогда не узнаете, устремится ли она куда-нибудь или нет. Поэтому энергия всегда должна накапливаться. Ваше дело — это просто поднятие и уровень. В каком направлении она устремится. Об этом вам не стоит беспокоиться. Когда в вашей жизни есть гуру, он позаботится о том, чтобы энергия нашла нужное русло. Но накопить энергию — это ваша забота. Пока вы не накопите достаточной энергии, всё будет бесполезно.